Господа, у вас есть дети? Если они у вас есть, то вы знаете, что все дети в мире любят рисовать. Что в основном рисуют дети? Ну, маленькие дети, как правило, рисуют какую-нибудь природу, цветы, животные. Дети постарше в наше время рисуют роботов. Мальчики рисуют автомобили, девочки красивых кукол. Иногда рисуют папу, маму, любимую собаку. Но это, скажем так, дети во всем мире. А знаете, что рисуют дети в России? Ни за что не догадаетесь. Дети в России рисуют выборы. Они рисуют избирательные участки, урны и различные призывные плакаты. Вот такого вы не найдете нигде в мире. Если бы я делал подкаст «Особенности русского образа жизни», вот это можно было бы внести в одну из абсолютно русских особенностей. Вот эти моральные уроды учителя и различные организаторы избирательных участков заставляют детей рисовать то, что в голову ни одному нормальному ребенку не придет. Один из таких конкурсов организовывает целая молодежная организация. Конкурс называется «Я выбираю президента». Дети, то есть, которые еще близко к урнам подойти не могут, но они уже на своих рисунках выбирают президента. Московские области проводят конкурс рисунков, посвященных выборам. В конкурсе принимают участие дети в четырех возрастных категориях. Первая категория – от четырех до шести лет. Вот мне хотелось бы знать, что понимает четырехлетний ребенок о выборах. Вот здесь, например, на плакате очень красноречиво нарисовано. Наверняка это нарисовал не четырехлетний ребенок, а ребенок постарше. Наивная детская рассудительность. С левой стороны – магазин, с правой стороны – избирательный участок. Здесь нужно выбрать, купить ли яблоки или груши, что дешевле. А здесь выбирают Иванова, Петрова или Сидорова. Твой выбор зависит от тебя. Сразу видно, что дети понятия не имеют, что такое выборы. Они делают то, что заставляют их делать взрослые. А знаете, что получают дети, победившие в подобном конкурсе? Я зачитаю цитата. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. Все участники второго этапа конкурса получат благодарственные письма молодежной избирательной комиссии Московской области. Цель проекта, еще одна цитата, повышение интереса к вопросам политического устройства общества, интереса к избирательному процессу у молодых и будущих избирателей. Это у четырехлетних-то. Повышение уровня правовой культуры, формирование активной гражданской позиции у будущих избирателей. Вот так формируют гражданскую позицию прямо с горшка. Задача проекта – развитие и совершенствование творческих способностей молодых и будущих избирателей. Ни в каких других областях творческие способности, видимо, развивать мысли не приходит. Вторая задача проекта – повышение интереса молодежи предстоящим выбором президента Российской Федерации. Социальная значимость проекта. Просто гениальная фраза. Это фраза в стиле совка, причем я даже думаю, даже в те совковые времена такую бы фразу не придумали. Слушайтесь, это просто песня. Одним из методов воспитания, защиты детей от невежества, как в житейском смысле, так и политическом является приобщение детей к культуре страны, традициям семьи и общества. Замечательно. Вот такие прекрасные, благородные цели. Ну и результаты проекта в конкурсе приняло участие более 2,5 тысяч детей от 4 до 18 лет из 53 муниципальных образований. Затраченные ресурсы, памятные подарки, сладости. За благодарственные письма и сладости дети в России рисуют выборы. Редактор субтитров А.Семкин